В стране наш сотрудник расскажет нам, что произошло с этим, Олег. Всем привет. Меня зовут Ярослав Харьков. Я расскажу о работе, которую мы с Ваней Тереховым сделали. Совместно с Ушковым Олегом, тоже выход с самого-то явно. Работа называется «Pinchage Separation», я потом объясню, что это такое. То есть это разделение спины и заряда. Смысл работы в том, что мы изучали, как примесь Impurity влияет на магниченность в антиферромагнете. Причем этот антиферромагнетик необычный, он находится вблизи квантовой критической точки. Про это я тоже расскажу, что это квантовая критическая точка. А в стране есть ли? Мы и два, и три дайвут. Давайте, чтобы понять, о чем речь, я рассмотрю вот такую модель. Это называется Bylair Geisinger Anti-Ferromagnet. То есть это два слоя прямоугольной решетки спинов, которые сцеплены антиферромагнитным образом. То есть взаимодействие спин на спин и константа взаимодействия положительной. Значит, есть антиферромагнитный каплинг внутри верхнего слоя и внутри нижнего слоя, который обозначен G. А также есть еще каплинг между этими слоями. Между половыми каплингами, которые здесь обозначены как G или J. И этот каплинг, он тоже антиферромагнитный. Давайте рассмотрим две предельные ситуации. Например, вот это G, маленькое, оно равно нулю. Ну, оно очень маленькое. Тогда понятно, что с почтительным состоянием этой системы мы положим себе просто нормальный антиферромагнитик. Ну, допустим, G равно 1x. Тогда это просто обычный антиферромагнитик с коллинеарным порядком. То есть просто верх, низ, верх, низ. Ну, а точно так же, как антиклоус, здесь. В противоположном случае, если G маленькое очень большое, тогда состояние системы будет другое. Поскольку отдельные, как разуально, спиновые димеры, скажем, вот эти два группы, они видят только верхний спин, видят только нижний. И они образуют синтетное состояние. Ну, по понятным причинам. Но поскольку это взаимодействие между плоскостями будет гораздо сильнее, чем взаимодействие внутри плоскости, то эти бонды, они будут, как бы, независимы. То есть это будет система димеров на каждом сайте, у которых ориентация спина будет не зависеть, она будет не зависеть от ориентации спина на другом каком-либо бонде. Вот, и таким образом получается, что при большом G у нас будет так называемый антисодолет в состоянии системы. А это при нулевой температуре? Да, это прямо сейчас я скажу, при нулевой температуре. Я буду говорить только про нулевую температуру. Ну и при маленьком G будет антиформация антиформагнитного порядка в системе. И, значит, есть критическая точка, при которой, собственно, происходит фазовый переход между дизодорит фейс и антиформагнативный переход. И, собственно, вот этот переход называется квантовый фазовый переход. Его отличие от обычного традиционного термодинамического фазового перехода в том, что фактически параметром тюнинга является не температура, а некий параметр, ну, внешний параметр системы, например, давление. То есть представьте, если бы мы могли прикладывать давление к этой системе, тогда бы мы могли эффективно уменьшать расстояние между слоями и увеличивать взаимодействие между соответствующими спинами. Ну и таким образом можно было бы перевести систему через так называемый квантовый фазовый переход и при нулевой температуре. В чем отличие от традиционного фазового перехода в том, что как бы близне нормального фазового перехода, например, второго рода, существенно являются фуктуацией какого-то параметра порядка, но они, собственно, как бы травятся за счет температуры фуктуации. А здесь существенно являются квантовые фуктуации системы вблизи вот этой точки. Потому что, ну, грубо говоря, как-то можно всех представить. Ну, в общем, спинам и не так невыгодно сидеть. И они не могут определиться, как будем сидеть. И основное состояние системы получается такое, в котором квантовая ситуация сильна. Все-таки не очень понятно, почему вообще там фазовый переход должен быть? В общем, не понятно. Я же вроде объяснил. Маленькую жизнь, или бесконечности, у меня все расположено над димером. Все ли они с собой не коррелируют? Они коррелируют, они коррелируют, но слабо. То есть есть, ну, если G очень большой, мы сидим здесь. Ну, и тогда здесь, как говорится, спорно здесь в состоянии димером. Если G маленькая, тогда мы сидим в порядочной фазе, в коннебренности. Возбуждениями в системе квазичастицами являются магно, то есть это, грубо говоря, спиновый волк. В спиромагнитной фазе существуют две моды. Голстоновские моды, которые безмассовые. Я не соответствую спиновому волну, когда... Ну, вот... Сейчас перейдем. Сейчас есть, допустим, спина вверх. Спина вниз. Ну, и дальше эта спина может немножко фуктуировать. Ну, например, я могу рассмотреть x, y, поле редакцию. Ну, и вот этот спин, он будет либо так, либо вылез по x, либо по x. Ну, и, соответственно, я могу организовать такую спиновую волну, в котором буква C, допустим, LZ, это будет вести себя, как есть у них умные, любые. Здесь, например, левая, 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 левая. Ну, хорошо, ну, неважно, как... Ну, и вниз, ввиду... Сильная волна, и все. Не, не по сути, хорошо. Понятно, да? Нет, ну, фановый переход все-таки не очень понятен. То, что оба эти взаимодействия, антиферономитные, да, вот в такой вот классической картине, у вас упорядочение вот такое, что много будет иметь наименческую энергию. Вот как они расставали. Ну, и многие другие. Я имею в виду, что нет какого-то, ну, никакой конкуренции между этими взаимодействием. Внутри плоскости и вот между плоскостями вроде нет, так. Поэтому не очень понятно, почему вообще должен быть фазовый переход. Они же... Ну, вот эта конфигурация, она удовлетворяет минимум энергии. И одно, и одно. Это... Если бы у вас было... В антиферномагнетике мини-энергии это не такой. А такое, поисконечное число скейновых волн. Для начала. Ну, то есть это как бы наивко сказать. Ну, как раз это непонятно, вот объясните мне, какие... Что такое... Что... Что выполняет? Ну, просто... Ну, просто... Вот квантовый антиферномагнетик, у него такое состояние для минимум энергии. А есть еще спиновые волн, там, где в антиферномагнетике. Ну, я могу так объяснить. Вот взаимодействую сейчас... Спин на спине, да? Хорошо. Спин, допустим, дик, 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 дик. Можно записать, как... Ну, у вас будет... Дик, 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 дик. А также будет еще... Одна, вторая... А также будет улучшить, как в нем. И нам, да, у него, и дик, и... Как в нем, это будет улучшить. Поэтому... Когда мы хотим минимизировать энергию, вот, просто, упорядочевая, вверх-вниз, мы пытаемся... Ну, вот, это будет соответствовать минимуму вот этому члену. Ну, это понятно. Что... На самом деле, это будет более хитрое. Более хитрое, это понятно. Вот в магнетике основное состояние хитрое. Но... Чего-нибудь понятно, почему фазовый переход должен произойти? Вот это... Понятно, или монастырь. А что скачет? Скачет плохо. Вот сейчас я объясню, что скачет. Ну, если хотите, можно ввести параметр порядка, ну, либо его называют на одном поле, фи. Которое... Ну, сделаем так. Знать вам пропорциональности, его можно так написать. С1 — это верхний слой, с2 — нижний. То есть, если мы представим состояние, в котором... Например, в котором... Ну, вот, просто организуется клинирный порядок вверх, и сверх, и остальное... Он будет, как бы, давать максимальное значение фи среднего. Ну, если... Ну, потому что здесь стоит разум степенок, а вот эта минцепиничка в степени X, Q, Y, она просто отвечает за шарфовый порядок. Это координаты вот в плоскости антифермоагнетика. Постоянные решетки считаются единицей. Ну, то есть, красных листов с минусом, а с минусом с красных листов с минусом. Да, именно так. Ну, вот. Вот. Такой вот параметр порядка, и он... Значит, в упорядоченной фазе он максимальный, а в неупорядочен он просто... Ее среднее значение — 0. Вот в этом смысле. Черт, в этом смысле. Он фазовый переход. Ну, сейчас я еще объясню эту картинку. В одной коробочке, как я уже сказал, существует антифермоагнитный порядок. В нем существуют две галстоновские моды, которые соответствуют, как бы, спонтанным нарушению семян дырей, которые потом выключены ниже. И есть еще одна, так называемая продольная мода, или хиксовская мода, которая соответствует, как бы, эффективное колебание... сокращению амплитуды вот этого спина. То есть, это спиновая волна, которая подъявлена вот здесь уже. А в неупорядоченной фазе существуют тоже спиновые волны, ну, они называются триплодами, которые просто соответствуют возбуждению. Вот если здесь исходно было семилетное состояние на данном моде, они будут соответствовать триплетным возбуждениям. И таких моды три. У того, мы имеем здесь две плюс одну моды, два галстона, один хикс, и по другую сторону фазового перехода, существует три числевые моды. Ну, и вот щель, соответственно, она увеличивается как функция в стройке вот крит-точек. Так. И... Что значит? Можно получить... Можно получить... Критическая точка 2.51. Это будет аналитический площадь. Значит, для того, чтобы рассматривать данный квантовый фазовый переход, просто можно использовать эффективную теорию φ в четвертой, где φ – это векторное поле, которое... Ну, вот, собственно, вверх он будет. А... Ну, вот это стандартный Логерджан, теория φ в четвертой, и здесь как раз стоит вот этот вот... вот этот член G минус G c. При G больше, чем G c, мы имеем эффективный потенциал. Вот такой вот. А при G меньше, чем G c, мы имеем смесь, так сказать. То есть, в данном нарушении фазов. Но дальше мы будем рассматривать только... только... неопорядоченную... Пауто. Вот так вот. А... Когда G больше, чем G c. Можно сказать, из соображений удобства. А... Дисперсия возбуждений, но ее легко можно получить из данного Гринжана, из данного Гринжана, вагине его и четвертых вещей. А... И тогда... Исперсионное соотношение, вот такое, интервьютистские... А... Что такое Пи? А... Пи-Пи? А, ничем. Мю просто индекс. А... Ну, Икс, 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 Икс. Просто здесь есть жирные фии. Но... Можно было жирные должны писать, если хотите. Ничем не отличается. Вектор Ти-Пи соответствует... Миним... Сейчас как-то... Хочется сказать. В общем, это... Вектор, который... Соответствует... Спиновой волне. Вот, если сейчас... Ну, допустим, у меня одномерное... И тогда, когда... Запускаем сюда спиновую волну... То... Понятно, что... Правильной спиновой волной... Будет... Вот такое. Значит... У... У... Р... Плюс... Ну... Р... У... Х... Плюс... У... Пи... Х... Потому что... Ну, вот этот Пи... Он просто соответствует... Опять же... Аминь... У... 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 Четвертая теория... На самом деле, это не точная теория... Это... Эффективное... Как бы... Сужение... Эээ... Вот... Ну... Ээ... Вообще, это не линейная сигма модель... Но ее... Как бы эффективно можно... Свести... В низкоэнергетическом пределе... Можно свести... Кфир четвертый... Ну... И тогда... Вот... Получается... Вот... А... А... Ну... И... Магном... Магномная щель... И опять же сюда можно... Выпалить... Что такое? Корианис... Женимон... Жен... А при... Жен... Меньше, чем... Жен... Часть... А... А... Что там за... Пространство... То есть... Ну... А... Там предметы, да? Нет... Просто... Она стоит... Ну... Я так напишу... Де... Фи... Квадрате... Ну... И... Фи... Ну... Тут написано... Жен... Минсбург... Галандау... Если вы... Петер Фи... Жен... Масса... Ну... Если масса положительная... То есть щель... А если... Отрицательная... То... Кукеровских пар нету... И... Тянь... Ну вот... Даша... Это... Есть... Как говорится... Если у вас... Спонтактное нарушение... Симметрии возникает... Вы... Рассматриваетесь не около нуля... А другие... Ну... Другой... Ну... Ну... Да... Ну... Вот... Дальше... При дальнейшем рассмотрении... Мы вот этот член Фи... Четвертый... Выкинем... По следующим соображениям... Соображениям... Такие... В общем... Мы можем эффективно... Загнать... Вот этот член Фи... Четвертый... В перенормировку... Магном на И4... А... Денормировка... Дальше... Больше... ЖЦ... Или меньше... Здесь мы говорим только про... Ж... Больше... Чем ЖЦ... Хотя... Как это так? Вся физика интересна... Если... Ж... Меньше... Чем ЖЦ... Это вообще банальная теория... Ж... Чем ЖЦ... Да... Явление примесей... То есть... Это пока... Пока только... Интродакшн... В общем... Мы... Мы можем загнать Фи... Четвертый... В перенормировку... Четверий... Который... В трех измерениях... В двух измерениях... Соответственно... Дается... Формулами... Формулами... С... Штёдера... А... Что такое? Что? М... М равно 3... Это... Параметры группы... Симметрии... В данном случае... Симметрия параметра порядка... Вот 3... Поэтому... М равно 3... Я как бы... Для... Красоты... Общих форм... Ну вот... А... Фактически... Задача, которую мы изучаем... Это... Влияние примесей... На... На этот самый... Параметр порядка... И на... На магничность... Которая возникает... В антифермагнетике... Когда мы находимся... Вблизи... Кредиточки... А... Потому что... Если... Ну... Ладно... Я потом скажу... Вот... Смысл такой... Что давайте... Мы просто... Выдернем... Один электрон... С... 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 Этималом... 한번сторарем... С... monary... А... Этот... Эффективный спин... Он... Начнет... Он... приведет к возникновению эффективной намагниченности в системе, а также к изменению среднего φ параметра порядка. Ну вот здесь вот такая картинка символически нарисована. Но она примесь ничего изменить не может? Ну, одна конечно не может, то есть в реальном эксперименте... Вы имеете в виду плотность, это же все зависит от того, как близко и т.е. Ну да, это правильное замечание. Фактически мы в нашей работе рассматриваем такой сценарий, когда, ну, вступляем в мире, интересным для нас является сценарий, когда расстояние между примосями, ну, давайте назовем его R, оно много, ну, больше либо равно, чем обратная щит, потому что на меньших расстояниях, ну, если я сижу глубоко упорядоченной базе, тогда не упорядоченной базе, если у меня дельта очень большая, тогда, как я потом объясню, все будет совсем просто. Можно еще рассматривать мою личную модель для трехмерия, когда у вас есть не один слой антифермагнитного каплинга, а как бы система слоев, которые сцеплены, опять-таки, с разными константами каплинга, G' и J. И, опять, в зависимости от отношения G' можно переходить из фазового перехода. При наличии экстренности у ограждан, который я раньше выписал, он несколько изображается, а именно, вот этот член я похожее описываю, именно появляется вот такой примерный член, просто отвечающий в невзаимодействующие примеси. А дальше взаимодействуя с примесью мы учитываем просто как спим на основное поле ФИ. Как бы это самый, в общем, единственный член, который является релевантным в низкоэнергетическом пределе. Это можно получить просто из Газенберговского гамильтониана. Кроме того, еще мы в наш Логвинджан добавили пробное магнитное поле. Для цели, которые я потом объясню. Это пробное магнитное поле, оно входит в Логвинджан вот таким образом, просто опять спина пьюрити на магнитное поле, а также в том, что входят вот в этот политический член необычным образом. Это, ну, казалось бы первое желание было бы написать ФИ на Б, но на самом деле это неправильно. Ну, по-простому бы я это, наверное, так объяснил, что ФИ пропорциональна разности спинов, а если бы стояло бы, ну, в нормальном зейманском таймонисте, вам должно было быть С на Б плюс С на Б. Поэтому возникает вот такой вот причин, который просто соответствует теориями Логмора. В том смысле, что добавление магнитного поля в систему, оно должно приводить к прецессии спинов с частотой Логморской прецессии, ну, которая в данных единицах это просто П, поскольку вот порядок электрона и G-фактор у нас выкинули. То есть сигноэктивили это вот Си-К или Сигно-Пси, что ли? Да, именно так, вот тут написано. То есть у вас этой самой жесткости никакой нет, и спин все время подстраивается, так сказать, от выращивания? В каком смысле жесткости нет? Ну, у вас нет там генетической энергии? Нет, нет, нет. У вас имфюрити, она просто, она как бы... Да, этот спин, он крутится, так. То есть у вас никакой энергии затратить не нужно, чтобы из-за ее так можно. Да, именно так. Это просто соответствует тому, что стали в Кубер-Хлорайке поместили атом с инка. Ну, я это... А, ну да, я могу это объяснить. На самом деле, подобные эксперименты проводятся с реальными компаундами. Например, есть компаунд Ави Кубер-Хлорайк, у которого принципиальная структура решетки напоминает решетку, которую я тут нарисовал. И, прикладывая давление, можно переводить систему через квантовую криточку, ровно так, как я объяснил раньше. Там давление 1 кВт. Гидростатическое. Ну, как его просто прессом сжимают и все. Ну, а дальше можно вносить импьюрити в эту систему. Например, атомы цинка, которые сами по себе они, атомы цинка, не магнитные, но поскольку цинк будет замещать атомы Кубер-Хлорайка, у которого есть один электрон на внешней оболочке, то есть Кубер-Хлорайк сам по себе имеет конфигурацию 1С, а Кубер-Хлорайк 2+, который реализуется в решетке, он имеет как бы минус один электрон. Ну, давайте заместим. Он имеет минус один электрон. А цинк имеет конфигурацию Y, поэтому цинк 2+, имеет 0 электрон на внешней оболочке, поэтому возникает эффективный спин на вторая. Ну, а дальше вот просто эти импьюрити садят в компаунд и наблюдают даже фазовый переход в... не упорядочную фазу, а упорядочную фазу, который драйвится наличием вот этих примесей. Ну, можно, конечно, было бы... ...сменить. ...сменить. Просто бонус не коротко, то есть, я скажу, публические, ты скажешь, квадратные. Сколько это вот? Что расстояние держится? На порядка единицах размера дешевых. Порядка четыре, может быть. Четыре антиспейсника. Четыре? Что себе? Много. 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 Четыре антиспейсника. Это же круг. А если расстояние, то можно оценить это? Раз, это же может быть, четыре, наверное, на 40, там, может быть, 20, там... Не-не. Значит, это все фазовый переход. Это может быть, один гитрикс нет, наверное, это... ...этих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну да. Здесь устоять, на 100-три пушетки — это один атом на... Вот у вас есть кубик? Вы всего один заменили в округе? И всё располнули, вы получили процент. Ну, это на какие? День. Если там по-другому количеству сделать. Ну, это по-другому количеству решеток у вас. Порядка доли процентов. Четыре – это четверо не забегает. Слышка много рисковых пассажиров. Так все за дефект. Ну, он мог там... Ну, на полтора дефекта. Я помню. То есть, X порядка... Это один процент. Ну, 0,1. Ну, порядок три. Нужно публический кофе подлечь. То есть, объемная плотность или... Объемная плотность? Объемная плотность. Ну, представьте, один процент. То есть, это тревожное, да? Тревожное. Тревожное на один процент, тревожное. Ну, я бы сказал, четыре. Пошли все. Ну, это опять... Это же только оценки. Ну, вот. Используя вот это пробное магнитное поле, мы можем, как бы, вести операторы О магничности в системе, просто референсируя по магнитному полю при... Полагая B равной нулю. Ну, и тогда мы получим два очменя. Один, который идет, вроде бы, отсюда, перекрестный член, линейный по B. А второй, который просто идет вот отсюда. Ну, и дальше, если мы представим, что мы можем тут соединить в основном состоянии системы, тогда мы получим просто два вклада. Один мы называем не локальным вкладом, поскольку он распределён в пространстве. А второй вклад мы называем локальным, либо это просто спин, который сидит вблизи импьюрити с... Ну, который локализован в этом слове. На длину ФИИ никаких ограничений не накладывает? Или ФИИ-контримент? На длину ФИИ. На длину ФИИ, ну вот я уже объясню, что мы используем теорию ФИИ-4, которая есть редакция, которая использует его в Сигнале, поэтому... Ну, в каком-то смысле он... В длину ФИИ-контримент, а ФИИ-4 он уже, как бы, это... Ну, да, ну, это же у Лука-Чушерского кота. Сначала вы сказали ФИИ-4, который реально держит выключение ФИИ, потом ФИИ-4 выкинули, тогда вы должны сказать, что ФИИ-2-1. Нет, ну, ФИИ-4 уже не надо этого требовать, потому что это... Потому что, если вы, как бы, учитываете вот этот констрент, ФИИ-2-1, и дальше интегрируете по полям ФИИ, и дальше раскладываетесь, и вы получаете еще четвертый. Это же правильно. То есть, как вот, в этом напряжении уже вам не нужно писать констрент. Он, как бы, эффективно уже... Он эффективно учитывается в массивность вот таких... Такой моды. То есть, это... Поэтому это soft-soft констрент. Ну вот. А дальше, чтобы, собственно, посчитать вот эту намагниченность, то есть, мы используем функцию игры на Impurity, которая выглядит вот таким образом, потому что мы пишем просто уравнение Дайсонова. Функцию игры на Impurity, в которой есть члены... есть функциональная энергия самого Impurity за счет одевания магнона, а также есть... То есть, за счет взаимодействия с полем ФИИ. А есть также еще члены, которые отвечают взаимодействию с магнитным полем. Таким образом, на магничность мы можем найти, просто вычисляя производную сдвига энергии системы... А энергия системы определяется как полюс функции Грина и производная сдвига энергии по магнитному полюсу. Ну и тогда легко видеть, что мы получим декта энергии пропорционально будет возить частичную улочку и помножить еще на вершину функции Гаммы, которые я потом дальше объясню. Вот такое. Вот. Ну, давайте сначала рассмотрим случай, когда, чтобы понять, что происходит, когда B равно не будет. То есть, когда есть просто Impurity, ну, вот оно... Вот. Оно находится в кристалле, антифермунете. Тогда мы можем посчитать функцию Грина. Можно использовать разные приближения. Но вот мы используем приближение, которое называется Self-Consistent Born Приближение, или Rainbow Approximation, которое соответствует единственное разложению, где n равно тройке. Однопетлевого вклада, скажем, такого недостаточно, поскольку мы сидим вблизи этой точки, и поэтому эффективным параметром разложения будет являться не просто консандра Кампинга, лямбда, а лямбда поможет на алгоритм, ну, если хотите, не идеи, ультрафиолетовых каток, которые определяются просто решеткой, то есть обратно в эти спейси, делить на одном из вещей. Вот это вот есть параметр разложения. Поэтому одной петли не хватит, нужно суммировать ряд. Мы суммируем этот ряд, то получается интересный пункт. У вас, когда вот они перекрываются, вот эти самые магноны, что это будет меньше, чем когда вы их рады получили? Ну, это есть факт, вследствие единственного положения. Наверное, у вас, извините, тройка. Ну да, я понимаю. Выскочил танки в числителе, и это ничего. Так вы не скажете, что вы их падали до динамики, где еще почище, а у вас это четверка, так сказать, будете там у меня только такие диаграммы рисовать. Не знаю, что это не так. Ну, в этом смысле, мы посчитали и в ремену группы то же самое, показали, что... Да. Он потом наличает пользу. То есть вы научились. Да, и вы не забываете, что в теории, где у вас даже альфа есть, там маленький параметр дополнительный, что в массовом операторе у него порядка только альфа будет? Почему? Нет, мы учимым, но мы не будем учимым. Да, мы будем учимым. Да, мы будем учимым. Это не значительно, как-то с двигом. Допустим, мы учимы. Вы учили вот радугу в двух петлях и вот такой, который упередет. Ну, парпально он понадобен просто одной трети. То есть, вы ее сочиняли, там уже интеграл, как вы посчитали? Ну, конечно, мы сосчитали. И что, вы числили, то есть, что у коэффициенты какие-то... Одна треть. Чтобы просто обладать некие коэффициенты, или другие, что-то обладать. Одна треть нам с вами подтвердили. Нет, это, наверное, точно одной третьей же. Может быть. То есть, такое против, это может быть. Один раз. Один раз. Покажите просто реном группы для радужных сетей. Ну, она дает, не дает. Он, ну, как бы, он драматический. Коэффициент он там предполагается? Да. Здесь поменяется коэффициент. Вместо вот этой трех вторых выйдет двойка. Все. Вот что, изменение от ключов вторых. Трех вторых двойка означает, что на 30% ответы изменился. Нет, ну, это же консанта при логарифике. то есть. Ну, консанта при ВЦЕС, что у вас заряд электронный изменился на 30%. Это что, мало или нет? Сейчас, подожди. Вообще, все это не факт. Логарифм, водопетлевой есть, Да, есть. И лямбрый квадратный. И, другого говоря, предельная диаграмма, это есть большой логарифм, или просто на пропагатов, или нет? В одной петле, ну, в одной петле, у вас будет, грубо говоря, лямбрый квадратный на логарифм. Ну, а вот эта палочка, просто, это что ли, кто же это отстал? А вот эта палочка, это, видите, это единица на энергию. Ну, это просто и пропагатов. Да, это пропагатов. с первой, это будет логарифм на первую, да, или нет? Лямбда квадратный логарифм, да. Ну, по размерности, должно же чем-то описать. Лямбда, лямбда, а, лямбда, это, как, это константы связок. Да. Вот, будет лямбда на логарифм, да, по сравнению их отношений. А, а следующая будет, ну, там, она же там... Лямбда в четвертой логарифм квадрате. Да. Ну, она разве не вот эта, она, она как раз это и суммирует. А, а что же Ларване не говорит, что еще что-то такое? Ну, там, учитывая остатка поменяется, вот, по вершине. Защитивая логарифм, учитывая остатка, лямбда поменяется. Ну, то есть, я сам же не только и в двух петлях, учитывая только одну диаграмму из двух и трех. Нет, они не в двух учитывая, они в двух учитывая. Они в двух учитывая. Они сейчас напишут, напишут сравнение, замкнутое. Да. Замкнутое, может, написать, как и Дагараду в учитывая. Ну, да. Я и говорю, так они вот, берем две диаграммы, там есть еще две диаграммы. По крайней мере, так сказать, еще две. Ну, она, она тоже лямбда. Она, она тоже лямбда. Она здесь лямбда 4-х, в квадрате. не в первой степени логарифм. Если я правильно помню, так она будет просто по логарифму подавленной. Ну уж скажите. А почему у меня это так? Да ну. У вас лишняя энергия там в петле будет, и все, и подавится. Это мы не понимаем. Ну, так наивно, это же реновная группа должна эти логарифмы. Она все должны логарифмы взять, это учитывая. Но они просто не могут, понимаете, это не то, что у них есть теория, это хорошая жизнь. Они же понимают то, что могут учиться. Да нет. Такую диаграмму мы тоже учитываем. А учитывая ее, которая деливает, не в этом подходе. Да. А мы дальше, каковое уравнение, пишем и учитываем эту диаграмму с двух петлей. То, что вы говорите. А потом просто учитывается. Ну, автоматически учитывается если это право подвешение. Ну, ладно, давайте дальше. Давайте дальше. А, если мы партируем вот этот ряд, то получится это и статья выражения, как Улица Гринова, соответственно, в двумерии и в трехмерии. А где логарифмы? В двумерии у вас логарифм, суммирование логарифмов как бы эффективно приводит к степени, корень, на вторую степень. А в трехмерии у вас степень, по одному, константы связи зависит? Нет. Ну, в смысле, я имею в виду, что вы суммируете, допустим, вклады типа лямбда логарифм в какой-то разной степени. Тогда у вас это просуммируется в экспонент, то будет то, что под логарифмом стоит, в степени лямбда. Лямбда должна в степени остаться, казалось бы. Надеюсь, лямбда будет, и ничего и не будет. Суммирует не суммирует. Ну, это просто первое решение, просто чуть-чуть, это неинтересно. есть ощущения. А, ну, у нас пока вообще-то зеленом группы. Ну да, это это просто тот подкласс, который вы считаете. Да, именно так. Ну вот, что вам интересного, если мы подходим к точке, когда лямбда обращается в ноль, тогда возит частичный вычет, что первый, что второй, он просто исчезает, он обращается в ноль. я здесь привел численные картинки, ну, а также аналитические формулы, которые ново следуют вот этих формул. Здесь в данном случае только для трехмерий. где нарисована секторальная плотность, то есть минус и немая часть функции Грина, как функция энергии. Вот этот пик это есть колес. Здесь есть численное уширение. Честно я не могу эту функцию нарисовать, поэтому есть вот такой пик. А дальше этот пик существует кроме частичного пика существует также негагерентная часть функции Грина, которая соответствует промежуточному возгруппенному состоянию. И которая делена на величину дельта от центра Грина. Если я полагаю дельта на крюточке, тогда этот разрез сбивается с частичным пиком и полюс пропадает и остается разрез функции Грина. з обращается в ноль. Ну и тогда собственно вот это явление когда з обращается в ноль, оно приводит к тому эффекту, что у вас вблизи р равны нулю эффективно спин обращается в ноль. поскольку он пропорционален Z вот я здесь написал Z стоит поэтому спин который сидит в начале координат полностью экранируется вместо этого образуется распределенное облако намагниченности которое несет пин 1 2 вот я сейчас покажу как это может быть значит намагниченное стекло она также пропорционально Z собственно по упомянам причинам ну и дальше сам по себе пози-частично вычет он ведет себя как упорник лента большого ультрафиолетовых котов который грубо говоря единицу на размер на лати-спейсе который просто естественно возникает хорошо очень это интерпретация насчет того что экранируется ясно это сказать ошибочно потому что там все не так когда вы говорите экранируете взяли спину забыли его гвозняки он у нас торчал а этот спин выполяризовал все что вокруг и тогда она экранировалась ну вот скажем как это в плазме здесь когда спин как собака крутится у вас эти магноды у вас эти магноды в этом не есть экранировка потому что спина у вас все время трясется поскольку ему энергию не надо затрачивать потому что тряснись у нас эти магноды измечаются в поглощении у вас все это вообще у нас потому что нет энергии если хотите так это называется волновая функция волновая функция не факторизуется что это волновая функция а поэтому а что можете вы думаете что кто-то на эффект конвы вы же точно знаете что это там это называется скринит когда вы помещаете примесь в форме фермин и даже еще там другая история здесь у вас просто этот магнон излучился раз крик дернулся а он просто трясется вот так вот а а как тогда это называется нормальный момент у вас фотоны из вакуума потрясут и в результате у вас спин меняется здесь такая же история она просто возникает анонарный момент который все перешивает и суммарный момент стремится к нему можно это так называть в общем скрининг это когда вы забили вот что-то и вокруг у вас поляризовалось и суммарное стало меньше на большинстве так же оно есть стало меньше просто спин распределился и в самом большинстве стремился в точке сидим в точке сидим давайте мы будем измерять на магнит точка я скажу что вблизи точка вот я изменяю на магнит она распределенная а спина в этом смысле не распределенная да но вы изменяете же асс это есть на магнит причина вы н поняли что у вас есть распределенная вот Честно говоря, я не очень понимаю, какую функцию Грина в этом усредними вычисляет. Представляете себе, что я бы действовал так. Я бы вообще никакие наукообразные слова не произносил. Вот у вас есть лагеринжат, который мы написали, и у вас есть линия свободы. Фи и Пси. Вот я проварьировал это дело по Фи, проварьировал это дело по Пси. Учет систему уравнений. В этом смысле волновая функция, эффективная, фунью Грина, который надо вычислять, это есть такой компаунд из Пси и Фи. Вместе они называют право. И функция Грина в этом смысле – это не исконятная величина. А мы что вычисляете? Мы вычисляем функцию Грина системы. Как вы диаграмму рисуете? Это что? Концы – это есть просто волновая функция юрити. Вот я это и говорю. Концы – это волновая функция юрити. Ну да. А в основном стоянии у вас нет магнона. Только нет. Вы же только этим и занимаетесь. Раз виртуальный, который звучился, превратился. Это же не реальное магноно, а с температурой. Какие там магноны? Нет, ну то есть вы ее соединяете по вакууму Си. Ну да, по вакууму. Функция Грина – это функция Грина такая, которая соответствует и Фи и Пси. Да. Ну да, я надеюсь, коляр, как вы знаете. Ну, смотри, посрединенная, по-моему, да. Вакуум, Фи и Пси. Ну и по вакууму Си Пси. Но в Фи и Пси никому нету. Потому что, потому что Фи, потому что у вас будет… Знаете, скажем, маленький вакуум, и у вас альфа маленькая, и в золевом приближении вакуум – это голый электрон, да? Здесь у вас константная связь вовсе не маленькая. Так, ну, мы уже экземмируем раз в голову, вот здесь все и влучения. Понимаете, а куда вот у вас, на границе, как-то там, оно и так-то активно заинтегрировалось, и я не вижу план, про которого вы эффективно заинтегрировали. Все-таки волновая функция – это конгульмера, а не скалярная величина и не сбитная. Чакил Ильич, какая-то же и получается, что волновая функция, что Z у нее уходит при взаимодействии 0. А почему мы решили, что Z – это у вас скалярная величина? Потому что Z – это перекрытие волновой функции голой и одетой. У Z, я бы сказал, что это не скалярная величина, и должна быть какая-то матрица, которая, так сказать… Сейчас, понятно, это матрица. Да, матрица 2 на 2, но она диагональная. Почему без магнитного поля? Ну, потому что у вас и нореальность есть, в отношении с точки зрения, когда магнитного поля. Магнитного поля не вернулся, а полный момент сохраняется. Значит, магнитный излучился, и спин должен перевернуться. Полный момент сохраняется. Вот это вот такая вершина. Да, вершина. Но это уже не функция грина у средней. Функция грина системы. Он его должен обратно поглотить, чтобы… Не, ну а что? Нормально. В неком основном состоянии. В основном состоянии есть желость. Правда? Вот это основное состояние – это и есть то, что я рисую. Фактически волновая функция. В основном состоянии – это генера у среднего Дайсона. Волновая функция? Я с вами вам так проявляю, что это будет у вас сумма всех. Сейчас. Ну, я с вами познакомлю Дайсона. И, видите, у вас как раз основное состояние. Вы как раз твои нервы не ищете. Вот он у вас, Дайсона, записан. Как раз это уравнение – она и нервы. Конечно, в основном где? Извините, вы с ним. Хорошо? Возвращение взаимодействия принесет с магнонами. У вас была какая-то нервсла ноль. Вы, включая взаимодействие, решили уравнение на ширину нервы, которая стала. Маска для автора – это матрица или нет? Она матрица, она диагональная. Она диагональная. Вот здесь шляпка стоит, чтобы… Вы не про те говорите эти. Про разновесие. Вы говорите про спинную структуру, да? Да. А Александр Юрьевич, я так понял, говорит про… Про многочастичную структуру. Да. Ну, конечно, это коллективная возбуждение. Ну, так она же здесь учтена, коллективная структура. В том смысле, что если я буду писать волновые структуру? Да. Состоятельно. Общие волновые структуру. Да. Общие волновые структуру. Да. Общие волновые структуру. То есть, представьте, что вы сюда какой-то оператор показываете. Вот у вас есть ground state, а дальше вы считаете ground state, какой-то оператор, ground state. И вот у вас будет вот такая вот штука. Вот такая диаграмма. А потом будет еще, например, такая диаграмма, которая получается из вот этой диаграммы О, и опять же, для нее был сопряжен. Ну и дальше вот. Да. Плюс одевание концов, все. Я еще вот только хочу дойти. А вы уже показывали формулы? Да. Это пункт огрена при нулевом В, которая нам нужна для определения классических структуру. А для того, чтобы найти налогниченность, нам нужно как бы... Не нулевую. Не нулевую. Ну вот я сейчас пока такие классовые соображения скажу, как получать ответы. Значит, S должна быть профессионально быть Z. Z – профессиональный корень из Δ, как следует из вот этого низок грима, для двумерия. А для трехмерия она ведет себя алгоритмические. Ну, это там что такое? Что? Да, Δ – это ч 5, это должно быть, в общем, это лиамбл и квадрат. Констант связи. И, значит, получается вот что. Единственный закон распределения магниченности, который у нас может быть в клинточке – это степенок, поскольку больше никаких параметров нет и разменно. поэтому, вот, S, допустим, в двумерии, должна быть, ну, единица на это какой-то степени нул, ну а дальше здесь должен быть корень грейда. Дальше мы знаем, что если я проинтегрирую это распределение от G2R, от какого-то, грубо говоря, от нуля, то верхний параметр, на который у меня садится интеграл – это есть обратная магномная щель, поскольку на больших расстояниях магничность будет экспенсально впадать. Поэтому, вот, если я посчитаю такой интеграл, он у меня должен сходиться, меньше без конечностей. Ну, единственный способ подобрать правильную степень для того, чтобы этот интеграл не зависел от d до гу конечного, это поставить здесь три старых с другой нить. То есть, таким образом, мы получаем, ну, X, наверное, в степени 3 старых законных снижения. Ну, а в трех мере, ну, поскольку здесь стоит логарифм вместо выгодов по ль гу конечного, который безразмерный, поэтому мы должны написать один, наверное, в кубе, с точностью за членов алгоритмических плодов. Ну, и все. Ну, собственно, мы это и почитали с вами на диаграммном уровне. То есть, мы посчитали вот эту вот гамму, которая была уравнением Дайсона. Опять-таки, self-consistent approximation. Вот это вот, крест этот обозначает вот этот оператор, который возник из исходного логранжана, фи на фи с точкой. И дальше мы, а вот эта вот двойная линия, это одетая функция вильда. И дальше мы считаем все возможные диаграммы со всеми одеваниями, но только вот при движении типа радуга. И получаем вот такие ответы. вот здесь я вот по численным множителям привожу. Получается вот предсказанная 1r-сильиндра вторых. Для двумерия, 1r-сильиндра для трехмерия. И здесь еще вот такая вот функция алгоритмического функционера. Ну и здесь я также привожу результаты просто численного суммирования диаграмм, которые я вообще не писал. Вот здесь, соответственно, двумерия, трехмерия. Здесь, правда, надо, что здесь еще на r-кули, по-моему, уже. Это вот S для трехмерия. Ну, точки соответствуют результатам численного счета. А вот эти кривые, это просто аналитические формулы. Вот. Ну, вообще, что? Вот знаете, что странное, что я не пойму? Это все-таки вот вы суммируете диаграмму. У вас там с каждым равным квадратом логарифм стоит. Ну, у вас как-то там не написано. Но вы не все суммируете. Не все суммируете. И, например, вы же не можете сказать, допустим, у вас под корнем будет еще... Правильно. Может быть другой коэффициент в логарифме. Нет, я думаю, что просто под корнем может еще равным до 4-й логарифм в квадрате еще прибавляться, например. Или вообще вся эта радость соберется в степень. Вы же не знаете, но с такой точностью. Можете отличить вот этот корень от степени? Или вам это все равно не? Ну, в смысле, корень из единицы плюс x отличить от е степени x пополам. Ну, понимаете? То есть, или чего там? Ну да, ну да. Е степени x пополам. Да. Вот можно отличить? Или вы сами точно не знаете? А верхний ответ вообще странный. Потому что там как-то вообще ничего не осталось. Никакого логарифма. Как бы за логарифмами я здесь и не гоняюсь. Потому что здесь основной вклад в степень ноги. Логарифмы мы здесь просто не удерживаем. Ну, то есть, когда ренорм-группа как она может... А ренорм-группа в двумерии. Она другая. Она вам дает крит-индекс вместо логарифма. Ну, что ли вы сами выдумываете? Представьте себе, что в верхней формуле вы еще все это делали умножаем на логарифм это самое... Дельта r, да? Умножаем на логарифм дельта r. Дальше я повторяю вашу логику. Умножаем на r в dr. Беряю интеграл. И, так сказать, требую, чтобы у меня дельта вообще пропала. Потому что единственное, что мы выцарапали, это то, что константра перенормировки корень из дельта. Правда? Как вы рассуждаете? Вот такой ремень из дельта нашли. Вот верхнюю строчку. Зумит. Да? Дальше вы говорите. А как? Вот все садится... Когда будут интегрировать r в dr, все садится... А р на дельтуру на dr. Так все струится. И ответ не должно зависеть от dr, потому что мы знаем, что все дельта равен 1 и 2. Вот. Поэтому r в dr и 2 имеется с кофе церкви. Теперь мы говорим. А давай я умножу на логарифм r в dr. Тогда я буду интегрировать r в dr. И поскольку у меня все сходится r на 1 на dr, то я тоже получаю ответ, который не зависит. Ну, понимаете? Вы написали большинственную функцию, это америка. Я не спорю. Но этот результат получен не из тех соображений, а просто явным вычислением. Диаграмма. Да. Это не просто так? Ну да. Ваня, ну че ты? Ну очень понятно, Ваня. А если других там появится вот каких-нибудь таких? Ну да. Ваня. Ваня. Ну да. Ваня. 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 Он просто показывает точность вычислений, как раз то, что считается, например, на круге, где из-за этого неодионная вершина измеряется коэффициентом, как три-два миллиона. Он как раз и есть в учет поправки, появится, наверное, следующее. Он показывает точность приближения вот этого борновского, как сорт консистентом, борнов антимейшн. То есть, типа, у вас как раз одна треть, да? Да, именно так. Это означение, что у вас логарифм какой-то? Логарифм порядка единицы. Ну, логарифм порядка единицы, но все равно, там, миллионтов и больше. Ну, логарифм может быть больше. В смысле, все это слагаемо, и все. Нет, логарифм может быть больше единицы. В смысле, я это оценивал. Вот этот коэффициент в более-менее реальных ситуациях, он может быть порядка половины. А логарифм, ну, скажем, более. А вот прям на грибе, если вы, Ваня, или что, прям на маленький? А чтобы вы, Ваня, или что, прям на маленький? А чтобы вы, Ваня, или что, прям на маленький? Нет, вот, ээ... Поверьте мне, Ваня, это вычисление не проделывало. Вот, вот эта штука. Нет, я говорю, вот все, вот вся эта комбинация. Ну... Я вам могу показать. Вот три 0 5. Вот вся комбинация. Лямда, тронка, значит. Нет, даже меньше, двойка. Двойка, наверное, есть много меньше единицы, согласитесь. Ну, да. А лямда на пи уже ничего-то. Ну, реальным параметром является вот такая комбинация, ну, уже с пи квадратом. Потому что она возникает в петлях квадрат-интегралов. Вот такая комбинация возникает. Ну, поэтому вот этот процент, он бесконечно малый. Ну, иначе бы можно было одной петлёй. Ну, такое ощущение есть, но... Нет, он бесконечно малый. То есть она меняется от того, что мощь не отходит качественно. Нет, качественно может изменится, но... Но... Если она меняется качественно, и вы его не знаете, то вы же можете на самом деле чего-то качественно меняется. Нет, качественно меняется, понятно, что у вас... Ну, Риланка, представьте себе, что ответ взял и я корень стёр. Что изменится, так сказать? Одну вторую. А что вы не пил клюжи, а? Я одну вторую здесь напишу, да. Да вообще, я не прошу этот собак, потому что в отходе у меня стоит. Не, ну тогда будет плохо, потому что... Представьте, вы вот это вот начнете интегрировать по R, да? Да и что, и наобране он сошёлся там или всё у нас... Не-не-не-не, наверное, если вы начнете интегрировать это... Вы у вас для того, вот это вкладывание... Вы берете как? Вы берете R, 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 R. Да. Вам нужно убить этот кольт, потому что вы должны наврать одну вторую. Потому что это есть просто константы... В смысле, константы... Константы, это инормировки. Вот если выгадывать штуку и эмигрируете... Вы сравнение можете, да, сказать... Поскольку это всё асиндотика, и много меньше инфидиции... Обманут этот кольт, и наобране... Как вы можете, врачу, интегрировал столицы, и наобране в табор, как вы так можете сказать? И тогда чистокие разогнатели сократятся конспорты всего в области. Это нет... Здесь много больше единицы на дельта... Вот здесь R, тут много больше единицы на дельта Там что написано много меньше? Нет, R много меньше. R много меньше, если я сейчас... Много меньше или много меньше? Много меньше, но даже рон. Р много меньше ленься на дельта, но... Дельта у меня нет коммуника. Это масса магнона, она идёт в области... Вы интегрируете это до дельти, и до инфидуальных? А интеграл у нас калориймически расходится, ДНР. Ну, хорошо. Ну, какая у нас другого константа не знает. Не, ну, а так, если вы выкинете совсем, то у вас просто логарифм останется, лямбда, нямбда, который не ограничен ничем. У меня четвертый словарь, это разумеет точность. А? Это логарифм. Как это? Все, интегрировать? Ну, там, куда стоять всегда логарифм, да? Единицы на лямбда, то есть, обратно, ну, решили. Вот этот корень нужно скомпенсировать, который есть просто Z константа. Для того, чтобы вам его скомпенсировать, вам вот этот не нужен кусок. Только тогда вы при интегрировании получите одну вторую. Иначе вы не получите одну вторую, а получите единицы, то просто как столы. В интегрировать квадрат D. Да. Иначе, давайте посчитаем интегрировку D горит QR. Да? Свет. Для D горит QR. Да. А в интегрировании здесь-то и корень из-за этого логарифма. Инновациональный интеграл, по-моему, в интегрировании. Ну, здесь у ДН уже второй. Ну, я знаю, этого не могу. Я говорю, это на вторую крепость, потому что у нас на самом деле никто не знает. Что вас есть? Ну, потому что у вас этот самый QTR, много меньше единицы, ответ написан. А вы хотите терапию единицы. Поэтому это вы просто говорите. Ну, я хочу, чтобы у меня паронетически такая получилась единица. Я говорю, что нет такого требования, чтобы это компенсировалось что у вас сбудется. Потому что вы сосчитали асинтетику, которая с примитива, когда вы только меньше единицы. Да. Но мы можем сказать с точностью до константы. То есть это может не одна вторая быть, а одна треть, например. Именно это я и говорю. Поскольку мужская и мужская, и она вторая, или одна треть, то вам и эта штука тоже не нужна. Почему она вторая же ответ? Потому что у вас не будет множители не выскатят ничего. Множители. Это из постэкспоненциальной области. Вот там при r больше, чем 1 на дельта, может еще какая-то константа вылезти. Конечная. Вообще говоря, конечная. Или не так? Не, ну или не одна вторая, а треть. Не, ну может какая-то константа вылезти, например, я не знаю. Одна шестая. Но она первая кое, но не по сравнению с единицей, То есть просто... Вот это вот... Ну, вот это вот штука порядка 0,5. Вся эта комбинация. Вся эта комбинация. Как вы не понимали, почему это как-то скомпенсироваться к тому уже. Это то встанка, которая используется в скринсаре области. А вот тебе можно объяснять? Сейчас, можно формально осмотрим это выражение. Теперь я говорю, что пусть дельта идет к нулю. Тогда я вижу, что у меня стоит этот конь, который единичкой предупрек. Под корнем стоит 3 лбда квадрат на логарифм лбда дельта. Это логарифм ведет к бесконечности. И у меня все умирает. Для того, чтобы... А я должен знать, что у меня спин сохраняется. Тогда что я это понимаю? Я понимаю, что интеграл от того должен скомпенсировать мне вот этот дурацкий логарифм. И он как раз вот эта часть и компенсирует его. Как раз на этих масштабах все набирается и у меня получается константа, а не подавленный по единственным вот этим кусок. Мне для этого надо скомпенсировать. Ну понятно. Ну давайте хуй, я включу. В мире есть странные ответки. А? В мире я не понимаю вообще. По кем делаешь? Там же вообще-то везде. Ну аграрифмические чемпоправки мы просто не удерживаем. Потому что на степени. Да, потому что степень всегда важнее. Вы не знаете, потому что это все умножить на произвольную функцию этого логарифм. Нет, коэффициент мы вычисляли. Просто я вот тут не пишу, чтобы загромождать. Вот это аналитический аналитический аналитический. Да, это просто асимптотики. Вот там коэффициенты немного выписали. Все эти коэффициенты можно выписать просто для развода струбища и все. А численный счет, ну вот численный счет. Ну и можно интегралы от этого берутся и получается все. В этом смысле. Ну здесь, Соня, если этот коэффициент поменяется даже на 25 процентов, а все эти переговоры важны, когда у тебя логарифм все-таки... И так вот под корнем стоит логарифм большой. Ну, в смысле, что у тебя... Он единичку сильно поправляет, иначе за тема вообще... Не, но логарифм, он не единиц, он, например, двойка. Ну, логарифм в этом счете сочетается большой. Большой. Вот так. Если он большой, тогда вот этот коэффициент при нем важен, да? Конечно, важен, но... Если ты его изменишь... Да. ...могу встретить. Я даже не скажу, но Соня, 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 устроен так, что спин сохраняется. То есть, есть диаграммы, конечно, другие, но... Вот от церквозитного борда интернала возьмется, все равно спин должен сохраниться одна вторая рука. Так у тебя, наверное, и по диаграмме тоже так же... Да, как будет. Да, да, именно так. Поэтому я не знаю, как численность борда, а просто любая диаграмма от таких сочетаний не твоя. Поэтому ты можешь выбрать любой набор под набор диаграмм, у тебя тоже приходит. Конечно, я по-моему спорю. Я, кстати, с этим-то и не спорю. Так что это не аргумент спорюса, в связи с ним. Это совсем не аргумент. К тому же, или иному руку, его подправляют в этот ад. С этим-то и не спорят. Это просто точности. Я даже хам-су. Правда, отканчивается. Ну, встал я. Я тебя вижу от всего этого, от всей этой деятельности. К сожалению, первое, что доска из спины из-за того, что он болтается как собака, то с этой же зоустредняется, Да, он соустредняется, и с этой зоустредняется. В мере он степенным образом зануляется, в трехмерии алгоритмическими. Вторая конклюзия, что... Значит, это самое. Сам спин, например. В принципе, порядка единицы, его среднее значение... Да, но вот этот вот Z... Ну вот. Вот таким образом. В двумерии... Нет. На самом деле... Это не PSI или седьмой PSI? Ну, PSI и седьмой PSI тоже пропорционируем Z. Может, от координатов не зависит? Только она от координатов не зависит. Совершенно верно. И... Ну, вот, если хотите, вот этой... Фактически вот это и есть... Спинка, только 0. Вот это самое... Вот я взял... Значит, проекция полного уровня — это сохранение. Да. Вот я взял, потому что... Да. Это сохраняющаяся величина. Да. Вот все кресты, но все зрения... Да. Да. Точно в три точки мои... Они точно в три точки. Вольт. Это у вас S на P, который этот не есть в секрессе. Да, но он пропорционирует точно так же, он пропорционирует Z. А больше ничего нет. Вот этот S интегрировал до критической точки. Да. Вот он, да... Из-за суммы, по-моему... ...тельфинка. Вот чему равняется. Вот двумя рейка. Ведет себя как корень на совершенном рейке. А это остаток, спина, который в нелокальном облике сидит. Сумма равняется от команды. А почему сумма должна равняться от второго рейка? У них, в модели, есть прощательная варианты. Поэтому полный момент в этой системе. Вот так он делается. Вот это главное движение, понимаете? То есть вы официально официальны? Нет, ну автоматически. Да, в зависимости от вас вообще выкинули, нет никакой примеси. Вы на самом деле жарны. Есть прощательные варианты. Вот у нас самое состояние жара и дыры. Теперь посадили туда примеси. И начали и все делать, и все. Они там вместе с собой взаимодействовали. Но полный момент сразу одна вторая. И проекция одна вторая. Поэтому ты можешь мечтать отдельно средняя проекция этого самого примеси, а и средняя проекция рома. А кроссовый мы все равно обязаны. Ведь одна вторая, потому что это заходит интеграл движения. Все. Просто я еще хотел сказать, что вот если у вас есть такой большой кусок, не знаю чего там, металл или как это называется, там есть примесь. Ага. Она там болтается, там эти все, эти магноны, они там все это размазывают и уносят на русском. Ага. Где меряем? Это виртуальная форма. Это виртуальная форма. Но в реальности вы можете мерить этого блока. Ну это же вопрос. Их температура много. Их температура много не находят. Ну все равно есть вопрос. Какой вопрос? Вопрос есть и на работе. Какое? Одна примесь. Это есть. Мю это что? Ну да. Ну да. То есть вариация у вашей формулы ШПС равняется ФИ на кроссфит. ФИ сопряженная кроссфит. Это какая-то формула нужна. Потому что с людьми на ФИ. Ну так делись, это на мю примесь. Что такое? Ну у вас, посмотрите на поле. Все время у нас взаимодействуют. Ну у ЖФ. А у них такой же? Ну да. А у ремиссии такой же, у вас там еще был член СЭЦ? Да, у них одинаковые ЖФ. У них одинаковые ЖФ? Да, да. У них одинаковые ЖФ. Ну понятно. То есть поле генерно-генерно-генерно-генерно-генерно-генерно, т.к. Да. Наши модулы передаров, нету конечно, и у нас такаяograph ОКОН Lis это не довольно тяжелее. Зайдот принеси, как сидел, так и сидит, а спин ушел. Но, так говорят, раздельники, это сиденье, не разделение. Они называют так. Ну, порядка единицы, у вас же там логарифм, значит, набирается в широкой области. Да, ну да. А не порядка единицы на воде. То есть, в этом случае, у 2 единицы на воде. Ну, там, в принципе, если нет больше, чем 5, то там все экспоненциально затухает. Грубо говоря, 2 года дали, а все дает вклад. Ну да, но распределенно это каким образом? Логарифмически, да? Ну, в этом смысле, если не все дает вклад, то там, может быть, здесь не вайф улице? Ну, вайф улице, там, да. Может быть, там уже другая функция от логарифма гель-хоэра группа фи. Но они говорят, что мы ее со счетами. Ну да, мы ее со счетами. Но это еще приношает подозрение. Потому что, если не посетили, что я сидел. Чего мы, может, засчитаем? Считаем? Ну, да. Не различаю от оконок, так сказать, результаты на салоне. А если на салоне друг другу результаты большой, а другой результаты большой? Да ну, уже просто поздно. Ну, а что? Ну, ответ на вопрос. Ну вот ответственно, с коэффициентом. Значит, мы в первом группе мы учитывали вершинные поправки. А с чем еще предыдущие обеды? Ну да. Мы сравнивали. Но это же больше. Да, тоже нет, конечно. В первом группе мы на крыке сочетали, а вы пишете уравнение. А там они пытаются суммировать петли на определенном коне. И вы не можете у вас делать. 3F равная 1,2. Там вы уже не считаете, когда вы эту руку пишете. А здесь можно сказать, что это диаграмма уравнение. Качественно ничего не... Ну, в смысле, ответственно. То, что у вас психоэс сигма-руси стремится к нулю. За счет того, что дельта стремится к нулю, то есть критическая точка, это просто результат того, что фруктуация становится бесконечной. А вы понимаете, что это не так, что если вы не думаете, а там какой-то физическое объяснение, я думаю, все равно будет. Но, может, отказывается, по-действию. А не будет, червы, да? Ну, вы можете сказать так. Лагни скина на вторая, но дима нольчик измельчил, спинка перевернулась. Это физическое объяснение простое, физические точки для бесконечной эвакуации. И когда он у спин тряснется, он будет одна вторая, три вторых, десять вторых и так далее. На цели появляется некоторый промежуточный масштаб, вот когда у меня мест большой. Ну, я думаю, что это не так. По сравнению с чем? Ну, по сравнению со спином одна вторая. Там у меня есть только один масштаб. Лям в ИТ, а здесь возникает еще один масштаб, который зависит от констанции. То есть, есть ли Идрес? Я не знаю, если Ярослав ему нечего. Я бы сказал так, что... Значит, представьте, что... Я не знаю, это вообще... Это не сильно физически тесучий бесконечный эс, но как бы формально. Да, почему? Нормально? Оставляем ваш килограмм в основном. Ну да, в основном. Вот здесь можно эс отстримить к нулю, и получится просто... Если я формально это сделал, получится тупой ноль. Нет, тупой ноль получится, если мы сегодня посмотрим. С бесконечности. С бесконечности. Получится ноль. И, в общем, этому есть объяснение. Потому что вот такая модель с бесконечным эс, ее можно отобразить на модель, которая называется independent bosom modem. Ну, это не важно, как это называется. В общем, это impurity, которая скалярна. Это, наверное, уже на скейлинг глянда устраивается. Да, скейлинг глянда я его устраиваю. Я... Может, сделаю такой скейлинг, что он будет русский? Могу. Могу. Я сделаю такой скейлинг глянда, чтобы получить все известный предел в квазиклассе. Ну, так, квазиклассе уже обращается, уже носит и ноль, правда? Точно решаемые задачи. Да, решаемые задачи. Он же... Я сравнил нулю. Там можно взять и две точки. Там есть в квазиклассе? Вы можете взять бесчелевой спектр и... Ну, как бы это возможно есть. Ну, для того, чтобы и то. С самого начала? С самого начала. Нет. Ну, это не фактическая точка. А с самого начала просто есть скейлинг фруктуация. Ну, да. Или наоборот. Это самое. То есть, в среднее поле работает и все. Фруктуации нет. Я вот спин с домогой просто работает. Ну, утверждение как-то, что спин вперед. Как бы, если спин самый большой, то у вас... Что такое самый большой? Если вы спин бесконечности стремите. А все остальное – конечно. Да. Лямбли тоже уже будет еще есть. Лямбли... 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 Вы говорите так. Спин здорово. А во временном автоматом, поскольку лямбли маленькие, то ничего не будет. Лямбли я скейлю таким образом, что вот лейд дирекшн это... Лямбли... Оператор спина делить на... Лямбли... То есть, таким образом, я такую лямбли держу. Ну, по-моему, что еще лямбли, почему глядеть на вес? Потому что там уложение складок. Не, ну... Мы же говорим про пределы. То есть, что вот эти пределы нужно... Правильные стели. Ну, казалось бы, другого. Если у меня, вот, действительно, настоящая пози-классика, и спин большой... Ага. Так у нас надо начинать. У вас этот спин должен стоять и константный будет стоять. Ооо, он должен стоять. Что-то я знаю, как надо, так сказать, масштабливать. А вы могли генерировать фи как точного заряда? Ну да. Ну, это, конечно, это то, что и фи. А если ты космозатишься? Да, 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 да. Нет, ну, все-таки, вот, Ренома группа, казалось бы, она же учитывает все, по идее, из ляна, которые раскладываются... Лямбда квадрата логарифм под лямбда на дельта... Учитывается. Все учитывается, да. А не учитывается, ну, например, лямбда в четвертого логарифма. В четвертого логарифма. Ну, поэтому, казалось бы, этот ответ лучше, потому что он все учитывает. А отличается он от вашего в той области, где вот эта как раз характерная конфигурация, порядка их больше единиц. Поэтому этот, по Ренома группе, казалось бы, это лучше, чем... Но только есть еще такая тонкость, что формальная Ренома группа работает, когда вот этот параметр, разложение при логарифме, он... Маленький, он маленький. Ну, а вместе с логарифмом порядка идиниц. Да, вместе с логарифмом порядка идиниц. А своего консистентборд, в принципе, он... для него важно только единственное разложение. То есть, для него... В общем, для него... В общем, для того, чтобы идти от дороги вы ее от длиной. Да, то есть, ни то, ни другое приближение не абсолютно... Да... Как бы... Не... Не абсолютно точно. Поэтому... Не-не... Ну, если социстами было, вы напрасно думаете, что так все это... Вот... Вы же суммируете все сильные разложения, понимаете? Ну-да. А у вас, допустим, фирмом стоит там это самое... Вы одно перекрестие до сетей, а остальное делается фланадный тоже. Когда у вас лишние единицы на n в первой степени, как говорится. А... Ну, а лямды, когда лямды большие, они же у вас перешибут все что угодно. То есть, никогда... И вы все равно не считаете лямды малым параметом. Вы хотите сказать, что у вас весь этот вклад. То есть, у вас будет единица на n, а по лямде он может спокойно... Ну, те, которые вышли, они как собрались во что-то маленькое. Он будет большим. Каждый член этого ряда был здоровым, а они собрались во что-то приличное. Например, даже маленькое. Почему-то в номинаре попало лямб. Вот как у вас еда там. Ага. А вот лямб на порядка единиц уже вниз в шаг. А теперь у вас там есть единица на n, но какой-то другой ряд, который, значит, сходится к чему-то другому. А они много уже там закомпенсированы, я не знаю как. И дальше у вас вопрос. То ли это в семье закомпенсировано, то ли это очень большие плямды. Но у этого есть личная единица на n. Но зато он его по-другому со всеми консенсацией расстроен. Например, у вас это реально может спокойно быть плямда n. И тогда у вас перекрестия можно и n способами сделать. А я когда-то и когда-то скажу, что у вас петь, как у вас обрадок, если вам дать не грамму, а то сказать, что крестерили, будешь целых три. Вот у вас это реально уже нет. Да. И тогда у вас сумерие будет по-любому устроено. Так что, чтобы боль тянуть в лямб был порядка единиц, мне кажется, тоже не очень правильно. Давайте отсюда. На этом я опять физическое. Давайте мы уже заключим. Ага, все. Все устали уже. Спасибо. Спасибо.